Уважаемые дамы и господа, позвольте представиться, с кем вы не знакомы. Меня зовут Дмитрий Андреевичев. Я веду в центре специалист курс по 3D Studio Max и всяким смежным направлением. Сегодня в этом вебинаре хотелось бы продемонстрировать вам интересный подход к визуализации ландшафт. Надо сказать, что если брать Max и систему визуализации Corona, то да, это, наверное, самая популярная связка сейчас для создания интерьерных и экстерьерных визуализаций. И вот, когда мы говорим с вами об экстерьере, сам домик, ну, если это что-то такое современное, то он рисуется сравнительно легко, и в Max есть все необходимые средства для построения здания. Домик у меня будет готовый. Также, как вы знаете, сейчас не проблема найти любые модели деревьев, травы, кустиков. Вот что у нас, так сказать, дано. Есть домик. Как видите, он имеет сложный ландшафт, то есть у него тут идет опорная стеночка, какие-то балкончики. Можно предположить, что сзади он вообще вписан в какой-нибудь склон горы. И нам нужно для него сделать некий фрагмент ландшафта вокруг. Ну, и посмотреть, есть ли какая-то универсальная технология построения быстро. Ну, понятно, что она есть, да. Также, как видите, у нас есть немножко растительности, которую мы с помощью системы Corona Render сможем эффективно визуализовать. Ну, растительность я сейчас спрячу. Она библиотечная, притом не самая супер крутая, но довольно интересная. Потом пригодится. Ну, давайте я, кстати, рендерну ее, чтобы вам было понятно, о чем речь идет. Corona уже включена. Я ее включил. И вот она готова работать. Я ее никак не настраивал. Просто, вот что называется, с чистого листа. Ну, такая вот растительность. Говоря о домике, ну, такой вот. Освещение сейчас идет от белого заднего фона. Как вы, наверное, знаете, кто интересовался системой визуализации современной. Они все окружающие среду из воспринимательных источных света. Ладно, деревья спрятаны. Так что же с моделинговой ландшафтой? Вот был бы это у нас обычный плоский кусок земли и там обычный домик. Я бы сказал, вот сейчас нарисовали плейн вот такой. Покрасили его там под травку зелененьким. Ну, и вот ландшафт, собственно, готов. Можно начинать на него ставить деревья. Ну, при желании мы можем сделать вид, что на той этаже просто нет и не тратить время. Но это было бы тогда, конечно, не то выступление. Как подойти к построению ландшафта? Значит, если у нас на ландшафте есть несколько построек или одна построек разноуровневая, то имеет смысл сделать набор площадок, здравствуйте, которые показывают вот эти высоты. То есть мы берем тот самый плейн и рисуем несколько плейнов для разновысотных площадок. То есть вот этот плейн, это будет площадка второго уровня. Вот мы его подравниваем так, чтобы он попал. Еще один плейн, это площадка первого уровня. Вот так. Желательно, чтобы они немножечко выступали наружу. Вот как-то в этом духе. Если мы предполагаем, что у нас там сзади, допустим, где-то здесь вот склон холма, в который все это вписано, ну, значит, можем взять еще один плейн. Это будет у нас холм некий, который вот так вот там пойдет, например, вот здесь. Вот эти площадки. Нужно ли там столько сегментов, сколько сейчас? Зависит, понятно, от ситуации. Вот, допустим, чтобы сделать склон холма, там их поменьше обидусь. В любом случае, это и есть начальное состояние нашего ландшафта. И мы его конвертируем в поле. Самое эффективное построение ландшафта, это, конечно, через один поле и так называемое копирование ребра. Сейчас увидите. Я сделал конверт в поле, нажал оттач, подсоединил все остальные фрагменты. Теперь нам нужно сделать ленту ландшафта вокруг здания. Когда мы выделяем с вами ребро одно и нажимаем shift и тянем его в сторону, мы, ну, это называется копирование ребра. Фактически мы не просто копируем ребро, мы настраиваем полигон, который потом можно двигать. Ну, вот таким образом, если я возьму, например, всю вот эту ленту боковую, двойным щелчком, и скопирую ее вперед, я вот получаю некую сразу надстройку наверх. Сейчас, кстати говоря, именно таким образом я и буду развивать эти кусочки ландшафта. То есть я просто их вытягиваю. Где-то, например, я сотру часть ребер, и мне не нужны. Вот это у нас будет склон, который пойдет наверх, поэтому я его сразу вот так подниму, чтобы он, типа, шел как-то вот так вот. Можно предположить, что здесь у нас... Эта часть тоже идет дальше куда-то. Так. Ну, и здесь потом у нас будет соединение с нижней частью ландшафта. Только она должна подходить куда-то вот сюда, в таком случае. Стараемся делать из квадратиков. Ну, можно на самом деле и прямую кусок сделать, потом подсоединить одно ребро к месту. Но сейчас мы должны выстроить именно лену кубоку, то есть можно дальше вот не вытягивать ее туда. Это не критично. Можно предположить, что склон, некий воображаемый, который мы делаем здесь, а вот делаем спереди. Он идет как-то вот так вот на спад. И вот здесь вот он уходит в некую плоскость уже. Ну, и дальше вот эти два ребра мы выводим еще вперед, опускаем еще ниже, еще вперед, опускаем еще ниже, еще вперед. Ну, в общем, можно сказать, что вот этот склон мы вывели. Теперь надо бы оставить видимыми только эти фрагменты. Давайте я спрячу все остальное, и нам нужно их соединить между собой. Ну, вот они, точечки или ребра, как хотите. Ну, мы их надвигаем, чтобы, естественно, была по вертикали линия. Видно, что нет идеального совпадения, в этом нет ничего страшного. Здесь, снизу, тоже поставим линия. И здесь тоже. Видно, что тут у нас две клеточки, и здесь одна клеточка. Важно ли это? Нет, не важно, ничего страшного. Но если по какой-то причине было бы важно, я бы взял вот эти ребра, нажал Connect, добавились бы новые ребра. Есть стремление сделать из ровных клеточек, просто для того, чтобы легче было деформироваться. Это не критично. Теперь выделяем двойным щелчком ребро, с Ctrl это ребро, и нажимаем команду Bridge. И они сшиваются. По такому же принципу сшиваем эти детали. Где-то стаковка будет, может быть, не очень качественной. Но наплевать, какие-то ребра вы можете вообще выделять, и на Ctrl быксплессинг выбирать, чтобы их не было. Где-то вы можете команды Cut прочерчивать новые ребра. То есть взяли прямо от точки, вот так вот ребро и прочертили, куда хотите. Ну, опять-таки, если оно нужно, если оно не требуется, ну, не надо его начать. Теперь, важно понимать, что лошад нужен сглаженный. То есть мы должны применить модификатор, ну, или TurboSmooth, или OpenSubDiff. Применив OpenSubDiff, мы слегка испоганим, к сожалению, полученный результат. В силу того, что OpenSubDiff, конечно, его сгладит, но где-то это сглаживание будет с перебором. Ну, вот видно здесь, например, здесь. Поэтому придется сглаживание предотвратить. Как оно получается? Надо вместо одного ребра сделать два. Ну, на самом деле, в идеале три, но два хватит. Как сделать два ребра вместо одного? Ну, как вариант взять команду Cut, просто нарисовать тупо вот так еще одно ребро. Если как-то поизящнее, да, взять ребро и использовать команду, которая называется Chamfer. Вот она вместо одного ребра дает два ребра. Окей, готово. Здесь давайте так же поступим. И так же поступим здесь и здесь. Но, при том, нам вот это уже не нужно. Нам достаточно про Chamfer идти до этих точек. Тут, правда, получат такие законцовочки, не самые приятные. Сделай вид, чтобы сейчас их не заметил. Не страшно. Вот получается вполне годная ситуация. Где-то точки сейчас придется подвигать. Допустим, вот тут явно имеется так называемая подпорная стенка. Когда ты делаешь ландшафт иными способами, вот этим, а как-то по-другому. С подпорными стенками беда. Потому что сделать их ровно очень тяжело. Здесь же мы можем действительно аккуратно эту стенку выстроить. И она встанет как надо. Если все-таки вы хотите совсем жесткую еду здесь, то ребра надо делать три. Либо использовать команду для ребра. Называется Криз. То есть выделяем ребро. Одно из двух. Во-первых, можно пониже поставить. А во-вторых, есть такая настройка Криз. Дополнительная жесткость. Еще больше предотвращает сглаживание. То есть я поставлю Криз, допустим, 0.2. Вот угол совсем четкий. 0.1 даже достаточно. То есть вот так вот с помощью этого Криза несчастного. Хотя бы 0.1 поставим. Можно сглаживание еще оборвать полностью. Здесь действительно стоит, потому что подпорная стенка. Но и я сейчас не хочу тратить слишком много времени. Поэтому я такой очень грубый. Эту ландшафт разовью в две стороны. Тут у нас команды коллапс и вершины. Здесь тоже. Потому что тут уже не будет горы. Тут будет плоскость. Тут опять возникает вопрос. А если, например, я хочу какую-то сложную форму, там, дуговую. Ну, можно команды кат вот так дугую вписать прямо в точку. И от нее уже потом отступать куда-то. Ну, сейчас продолжительность семинара не позволяет мне прям выстроить какой-то суперкрутой ландшафт с большим количеством микродеталей. Идея простая. То есть вот так вы его и развиваете. И он замечательно строится. Давайте выстроим его вперед. Потому что опять была подпорная стеночка здесь у нас красивая. И подпорную стеночку, где мы здесь, мы с вами опустим вниз. То есть вот эта вот точка, это все пойдет ниже. Или второй вариант, вот здесь подъем вверх будет. Это уж как хотите. Если предположить, что вот эта вот у нас поднятая часть, тогда, значит, она будет опускаться. И у нас точки должны сойтись в одной линии. Красота. Ничего страшного, то, что там пошло так довольно странно на вид. Не беда. Потом мы, естественно, будем вынуждены, выделив точки вот эти, попарных между собой склеить. То есть эту с этой соединяем, эту с этой. И вот стеночка заплопнулась. Ну и можно предположить, что здесь у нас какая-то такая плавная форма. А здесь, наоборот, можно сделать подъем наверх. Типа вот она туда дальше поднимается. Ладно. Всегда стараемся строить из более-менее ровных фрагментов. Если только не нужно вписывать, повторюсь, какие-то дуги и что-то такое. Если нужно, то команды кат рисовывают дубов. Это несложно. Ну и что мы получили в итоге? Вот он, наш ландшафт. Как видите, там, где должны быть жесткие стенки, они у нас есть. Там, где их не должно быть, мы их убрали. Допустим, здесь я не хочу жесткую стенку, поэтому я вот эти точки коллапсом сейчас посоединяю. Внизу же хочу, пускай внизу будет ровная линия, здесь будет вот такая. Далее. На самом деле важно понимать, что ландшафт вот такой. Вот он, истинный вид. То есть он порезан на много маленьких кусочков. Что это нам дает? Ну, во-первых, можно применить банальный модификатор noise. Очень дурацкая затея. Но действие. Действие просто в силу того, что это сбережет нам очень много времени на микро-поработку элементов. И, что здорово, благодаря noise мы сможем очень быстро получить какую-то такую, ну, видимую детализацию. Я специально сделал, чтобы мы видели каждый квадратик. Сетки. Применяем модификатор noise. Ставим силу воздействия по ICZ, допустим, там 25 сантиметров. И масштаб, допустим, там 3 метка. Фрактальный режим. Ну, и вот видим, что теперь везде получились такие вот небольшие неровности. Но, вот тут типа у нас лужайка подстрижена, здесь никаких ноисов быть не должно. Ноис очень хорош в сочетании с модификаторами межселия. Что делает межселия? Он позволяет выделять какие-то точки. Можете использовать команду хитрой такой, она называется выделяющая кисточка. Балончик. Просто так возюкайте мышкой, и она будет выделять вам точки. Оп. Вот типа вот это вот, ноизить не надо. То есть это все будет четко у нас. Сальто можно стирать кусочки. И более того, ноис не должен включаться внезапно, поэтому мы еще добавим сейчас Soft Selection. Это функция, которая позволяет плавно передать границу. Вот эта вот зона, где ноис будет захватываться. Все, теперь переходим на ноис. Видно, ноис срабатывает внутри этой зоны. Ну, я же хотел наоборот. Ладно, окей. Нажали команду. Вот, селекция Select Invert. Сработало выделение наоборот. Теперь ноис срабатывает более удачно. То есть ноис все лишнее. Чтобы убрать выделение, вот это красное, что раздражает, применить еще раз межсерим. Ну, вот можно посмотреть. Вот с ноисом, вот без ноиса. Ну, мелочи приятные. Можно ноис не такой сильный, все-таки. 25 сантиметров, большой перепад. Сделаем 10 сантиметров. Поменьше тогда радиус. Вот так пустя будет. Так, вот это мне, кстати, не очень нравится. А ну-ка, иди сюда. Видите, он говорит, что лучше не возвращаться на ранний уровень, потому что ты, не дай бог, сейчас поменяешь количество вершин. А вот количество вершин, если поменяешь, то всякие ноисы, извините, ноисы как раз пофига, вот межсерим нужно будет заново настраиваться, потому что межсерим запоминает вершину по номерам, и количеств их менять нельзя. Ну, сейчас, ладно. Не буду исправлять мелкие, надеюсь, меня простите, если не исправлю пару мелочей. Давайте поставим съемочную камеру. Я поставлю короновскую камеру, можно физически, обычную, неважно. Да, у короны есть своя камера, если это корон 2.0 или 3.0, но не акти, как это перетечено. Ну, отпускай будет вот так вот. Край этого дома все равно, ну, так будет симпатично. Ладно. Теперь надо бы у съемочной камеры поставить, у съемочной камеры, мой любимый объектив, 50 мм. Все хорошо. Будем считать вот такой вид на суставе. Далее. Первый этап пройден на лошадь за моделью. Теперь материал. Значит, материал у нас будет довольно сложный. Во-первых, мы используем карту, которая называется трипланарная карта. Она позволяет обойтись без UV-координат и при том построить плавные, красивые переходы тексту на изменяемых формах. Если делать обычный UV-WM, бокс режимом, там будут швы. Надо тогда Unwrap делать. Можно обойтись другим методом. Я возьму редактор материалов. Тут у меня, как видите, уже прохлаждается материал заднего фона. Ну, пускай прохлаждается, заднего фона незаметно. И я в редактор материалов перетащу сейчас несколько текстур из моей учебной папки. Это вот будут текстуры, которые называются Ground. У меня их несколько штук. И вот такие вот еще. А, да. По одной их таскать должен. Как я это люблю. Ну, я, да, проводником не часто так текстуру таскаю. Обычно все-таки по-другому немножко их открываю. Ну, пускай будет сейчас так. Сбережет нам времени. Дальше смотрите. Это обычные битмапы. Если я создаю материал, допустим, коронский. И данную карту, ну, допустим, очень наглядно видно будет на карте с грави. Эта карта, это вот такой гравий. На нем будет видно отлично. И вот я этот гравий цепляю в диффузный цвет. Вешаю материал, отображаю его. Пытаюсь отрендерить. Но даже рендерить нет смысла. Видно уже, что добро мне хочется. Что можно сделать? Можно применить специальную карту. Называется Corona 3 Planar. Что делать Corona 3 Planar? Подключаем к ней материал к карту. А вот дальше уже в материал подключаем на диффуз. 3 Planar обеспечивает UV координаты. В каком принципу? Scale. Просто в сантиметрах. То есть указываешь, сколько метров вот эта картинка физически на объектах. Ну, допустим, поглядев на эту картинку, ну сколько здесь метров? Ну, ну ладно, 2 давайте предположим. Ну, полтора. То есть я в 3 Planar ставлю Scale 150. Это и есть размер. И теперь рендеринг. Да, в огне проекции не увидите, к сожалению. А вот на рендере запросто. И на рендере у меня все замечательно покрыто. Гравий вот эти. Более того, на всех границах он идеально лежит. То есть если мы сейчас посмотрим границу вот эту. Там, где UVW Map слегка, если вы говоря ошибся бы, здесь все лежит отлично. Есть некая заблюрева, конечно, небольшая. Силу заблюрева не можно регулировать, но сейчас 50% стоит. Можно меньше дать. Вот настройка называется Blend Amount. Чем она меньше, тем граница перехода жёстче. Вот я сделал там на 3. Всё, а теперь я эту карту сейчас немножко накопирую. Давайте отсоединю связь вот эту. Я сейчас все остальные текстуры через неё подключу, чтобы сейчас не париться с ними. Ну, будь там по полтора метра они всегда. То есть я вот так вот сейчас возьму эту карту, уже настроенную. И все текстуры подключу через неё. И теперь в чём прелесть. Им не нужен UVW Map. Они повторяются на ландшафте каждый сколько вам надо раз. То есть, ну, прикиньте, у вас на ландшафте и песок, и гравит. Песок поменьше, и гравит крупнее. Вошли сюда и вбили размер сколько надо. Всё. Не надо возиться с несколькими каналами UV или стайлингами или там ещё с чем. Ладно. Этот материал готов, но мне нужен ещё, как минимум, один материал. Сюда, соответственно, банку продублирую, пускай тебе говорят. И дам небольшой ему гладкость. Вот. Мне нужна ещё парочка материалов. Я, видите, так поступил достаточно варварский, но ничего. Так. Это у меня будет грязь. Собственно, главный мой материал. Конечно, для неё блеск нам совершенно не нужен. Это у нас будет... Песочек. Ему, кстати говоря, тоже блеск не очень нужен. Вот бамп ему никто не помешал. Я очень по-разному строю материалы. Сейчас строю так, чтобы было понятно. Сейчас будет опорная стенка. Опорную стенку делаем через, ну, естественно, дефуз и бамп. Бамп. Вот она вот такая вот. Теперь я возьму материал грязи и назначу на весь ландшафт. Вот весь ландшафт у меня в грязи. Цвет его поставим здесь, выберем какой-нибудь вот такой соответствующий. И вот вопрос. Если я хочу сюда вот так вот наложить гравий. Вот так он пойдёт гравий как-то. И как-то вот так вот эта ссылочка будет. И, допустим, вот так вот. Как смешать красивые материалы, не выделяя полигоны? Смешивать надо модификаторами. Их несколько можно применить. Называются они Vertex Paint. Что делать Vertex Paint? Это кисть, которая наносит маску смешивания. У каждого Vertex Paint определяется свой канал. Вот, допустим, у этого будет упускать третий ландшафт. Это потом важно будет. Третий канал будет наносить у нас гравий. Как он наносит его? Вот это вот сам Paint. Сейчас я всё залью чёрным цветом. И теперь я нажимаю кисть, выбираю белый цвет и наношу определённым размером кисти белым цветом ту зону, где у меня будет гравий. Вот гравий будет здесь. Почему так? Потому что это позволяет сделать красивый переход между гравием и там, чем вы хотите. То есть тут речь о плавной границе, естественно. Не, ну если там гравий отсыпка под какой-то край жёсткий, тогда, конечно, не нужно. Но если вы хотите плавный переход, то это отличная идея. Соответственно, можно переключившись на чёрный цвет, подобрать где-то там его. Но можно и поизячно было сделать, ладно. Плюс вот есть ещё общий блюр, чтобы переходы ещё плавнее сделать. Ну, пускай вот там облюблено немножко. Дальше. Ну, нанёс я этот Paint. Как дальше быть? Создаём новый материал, более сложный. Этот материал будет называться у нас Corona Layered, то есть слоистый. Вот ему как базовый загружаем нашу грязь. Как он работает? Он позволяет на грязь слой за слоем накладывать другие материалы. Для начала гравий. Где там гравий? Вот он гравий. Гравий отправляется на первый слой. И система говорит, ну объясни, как гравий смешивать. Смешивать будем с помощью маски. А маска у нас будет. Называется Vertex Paint. То есть цвет вертекса. Именно эта карта реагирует на вашу мазнюю кисточку. Ставим Vertex Color. Vertex Color как называется. И говорим ей номер канала. Помните, я сказал, что будет важно, какой номер канала здесь. Канал нужен для того, чтобы уже Луниевский Vertex Color прокладывается. Здесь третий. Ставим Channel 3. Чекаем, что получилось. Ну, сейчас-то выглядит вот так. А на рендере как-то выглядит. Ну, а на рендере это выглядит. Хм. Почему? Потому что не тот материал назначен. У нас же назначен материал. Вот этот. А должен быть какой? А должен быть вот этот. То, что материалы объединились, не значит, что они назначились сами. Так. Вторая попытка. Зачекали. Вот, все хорошо. Теперь, как видите, играю везде, где нужно. Можно сказать, что одновременно это может быть маской для нанесения травы, кстати. Потому что трава на граве расти не должна. А тут везде должна. Только тогда уж, чтобы эту идею довести до ума, надо нанести маску еще и там, где домик. А то там потом трава расти будет довольно странно у нас, да? Давайте я возьму кисточку. Нажму идти, возьму кисточку. Белый цвет. Хорошо здесь. Так. Теперь как на подпорные стенки нанести нам материал камня грубого. Как будто они выложены из блока. Ладно, я считал, что позволения не будут особо возить кистью, а то время часть ктикает. Я применяю еще один вертекс пейнт. Их можно применить сколько хочешь для каждого слоя свой. Новый вертекс пейнт. Опять ставлю канал, только теперь четвертый, чтобы они не смешивались друг с другом. Опять заливаю все черным. Ну, алгоритм один и тот же. У нас на курс сложный текстурирование, кстати, проходит. И опять беру кисть. Только это будет канал для материала опорной стенки. Можно и погрубее сделать, но мне такой вариант все равно нравится очень. То есть я именно с помощью этой технологии вот так вот здесь наношу на опорную стенку маску. Ну, потом придется снять, конечно, на дальше нанесенную часть. Тут тоже пускай будет. Ладно, друзья, простите, если неаккуратно. Надо по-хорошему сделать кисточку поменьше сейчас. И маленькой кисточкой здесь пройтись, сделать более аккуратные границы. Это все равно лучше, чем когда ты назначаешь на выбранные полигоны. Потому что на выбранные полигоны слишком жесткая граница. А так можно, допустим, какие-нибудь потеки вот такие сделать. Как будто там где-то вот грязь, она так на стенку лежит, ну, легла. И на стене она имеет какие-то вот неровности. Все, короче, подблюрил. Хорош, забыли об этом. Дальше зашли в редактор материалов. Подцепили на третий слот подкорную стенку вот эту. Давайте бам позже еще сделаем. Бам там доходит. Можно вообще дисплейс поставить. Вот третий слой. И верток скола на маска 2. Ой, только не третий, что я делал. Второй слой, конечно. Зачем третий? Представить. Второй слой. У нас же тут два материала дополнительных. Ну и вот маска. Только здесь канал меняем на... Четвертый. Чпок. Готово. Чекаем, что получилось. Радуемся результатом. Вот отличные переходы. Где надо материал стенок, где нужно материал гравия, и где нужно в остальных случаях материал грязи. Грязь. Грязь можно и покрупнее сделать. Чтобы сделать грязь покрупнее, зашли в трипланар, которые для грязи поставили не 150, а скажем 300. Очень удобно, потому что не надо возиться с его WMF, никакие там на старт, но куча. Вот, пожалуйста, теперь грязь крупнее. Все, хорошо. Теперь, дальше. Если мы будем сейчас... Когда мы будем сейчас сажать траву, как мы это будем делать? Где-то же фигня, это у нас как грязь только, да? Чтобы посадить травку. Вот на травку, кстати. Вот ее будем сажать. Идем сюда. Вот, знакомься, это травка. Это цветочки. Тоже пригодятся. Люблю цветочки. Нам нужно... Ну, я сначала думал, схалтурят. Ну, не, нифига не буду схалтурить. Дать сделать человеческие. Нам нужно, вы не поверите, еще один вертекс плейн. Зачем нужен вертекс плейн? Это будет... Кстати, можно переименовывать. То есть здесь можно написать не вертекс плейн, а прямо написать гравий, там трава. Ну, вот я сейчас применю еще один. Я, чтобы свои слова не в пустоту, нажму правой кнопкой, сделал ренейм и назову его grass. Смотрите. Этот вертекс плейн к материалам имеет отношение не будет. Он будет иметь отношение к короноскатеру. Короноскатер – это механизм, копирующий объекты миллионами раз, если надо, и не живущий при этом палец. И он может тоже вестись на эту черно-белую базню и копировать их там, где вы нарисовали белых. То есть я могу залить все черным, взять белый цвет и этим белым цветом Map Channel, включив пятый, например, пройтись и обозначить, где я хочу, чтобы у меня росла крова. вот, перебух я уже не помню. Ну, в общем, ладно, короче, как так будет, я думаю. Естественно, она не должна расти. Там, где домик растет, где домик стоит, где домик стоит. А тут, я думаю, ей будет незазорно произрастать. Все. Потом, если что, можно рисовать в реальном времени больше-меньше, и вы видите, как перебухи появляются и исчезают. Дальше. Давайте я вот так сделаю. Создаем специальный объект, называется Corona Scatter. Ну, в зависимости от версии Corona, это можно сделать по-разному. Я сделал так, чтобы у всех получилось повторить. Вот он, C-scatter. Это вот такая деталька, это, по сути, пульт управления Scatter. Как он дальше будет функционировать? Мы ему говорим, Distribute Object. Вот тебе Distribute Object. То есть, он понимает, что по этому объекту надо копировать. Все он говорит, что копировать? Вот это все надо копировать. Иди сюда. Так. Плюсик. И потыкали по этим объектам. Раз, два, три, четыре. Только цветочков нужно много. Нет, травинок нужно много. Цветочков мало. Поэтому я возьму в списке травинки и поставлю вероятность появления десятка. И здесь тоже десятка. Это означает, что, ну, грубо говоря, на 10 травинок будет один цветочек. Это как часто объект появляется по отношению к другим объектам. Собственно, вот мы можем копировать. Вот они. Я поставлю сколько штук. Давайте поставим сколько штук побольше. Сейчас это слишком мало. Тысяча. Делаем сто тысяч. На самом деле, миллион можно поставить смело, если памяти хватает. Опять, что очень полезно, можно сказать, менять размеры. То есть, чтобы размеры менялись, допустим, от 80 до 150 процентов. То есть, они случайным образом все получаются. По СЕЗ, чтобы они поворачивались случайным образом. Но, видите, в чем по-прежнему беда? Они пытаются копироваться там, где им не надо копироваться. На подпорной стенке, там везде. Именно для этого нам нужен был Vertex Paint. Нам нужно еще одну карту Vertex Paint сделать. Отдельную. Вот такую, что я повалял здесь в стороночке. Поставить ей... Какой там я номер поставил? Пятый? Наверное, пятый. Поставить ей пятый... Нет, дайте я проверю. Так, Grass, номер 5 стоит. Да, все правильно. Тут стоит у нас номер. У этого Vertex Paint третий. Тут, соответственно, четвертый. Тут, соответственно, пятый. Пятый. Значит, здесь ставим пятый. Супер. Теперь система скаттера. У системы скаттера есть понятие скаттер по карте. Скаттер по карте позволяет... Вот он. Скаттерить по текстуре. По принципу белый скаттерит, черный не скаттерит. Серый скаттерит с по нижним коэффициентом. То есть цепляем ее сюда, в Map Instance. Наблюдаем. Ну, без комментариев. Понятно, что наблюдаем. Самый прикол, то что если сейчас взять кисть и вот так добавить немножко куда-то там, то там трава сразу появится. А если взять кисть черную, то там можно ее скаттерить. Но система реагирует с небольшой задержкой. Я вам советую, если вы хотите подрисовывать, то уменьшайте количество трендов. Потому что сейчас там 100 тысяч, и он все 100 тысяч просчитывает. Хотя и показывает только тысячу, но ему надо калькулировать большой объем. Чтобы этого, ну, тормозов не было, естественно, поменьше лучше. Что, рендер? Правда, сейчас будет неплохо. Вот оно. Корона вообще настолько зашибись, как хорошо ланшарты делают. То есть, ну, никакой головной боли, все прям раз, два, три готово рендер. О, цветочков, походу, многовато, да? Да, вообще-то цветник нафиг. Давайте сделаем что? Поставим вероятность появления травинок 100%, 100 единиц. Это не процент, а коэффициент. Здесь 100 и здесь 100. То есть, грубо говоря, на каждую сотню травинок один цветочек. Тест. Ну, а теперь лучше. Сердце точки имеют такую приятную консистенцию. А вот видите, тут травинок немножко выросло. Это все-таки я не до конца черным закрасил. То есть, я так немножко поленился, и там получился цвет не черный, а какой-то там почти черный. А он воспринимает, как приказ скопировать, но помалу. И что-то травинки мелковаты. Давайте я поставлю масштабный разброс. Не 80-150, а, допустим, 100-200. Это означает, размер каждой детальки, каждой травинки меняется от 100 до 200%. То есть, она большая. Так, ладно, теперь деревья. Что с деревьями? Деревья высокополигональные. Сделать из таких деревьев полсотни компьютер повиснет. Поэтому переводим их в прокс. Что такое прокс? Это состояние, если кратко, в котором можно копировать их тысячами. Ничего не будет делать. Берем дерево, жмем правой кнопкой и выбираем корона. На, я начал выбирать здесь. Поломалась менюшка. Сейчас сделаем менюшку обратно. Извините. Зайдем в Customize User Interface. Бывает поломанная менюшка. У V-Ray есть кнопка восстановить менюшку. У короны нет такой кнопки. Поэтому здесь все печально. Вот они, квады. Вот здесь выбираем корону. И вот команда Corona Proxy Export. Добавляем ее в контекстное меню. Вот все, молодец. Моя прелесть. Нажали правой кнопкой. Вот тебе команда Corona Proxy Export появилась. Ну, если вы не будете все таки думать социально правильно ломать, никуда эти кнопки у вас не денутся после установки короны. Здесь энтузиасты уже их профукли. Я ставлю Corona Proxy Export. Указываю, в какую папку экспортировать. Это важно. Папка должна быть та же, что и ваш проект. Уделан вяжет. Вот у меня семинар по коронарендеру. OneScape. Окей. Все, еще больше делать ничего не нужно. Здесь по умолчанию все стоит правильно. Это я выбрал, сколько процентов полигонов останется для просмотра. 6 процентов. Collapse and export to single prox, естественно. Все. Export. Привет. Поехали. Опс. Вот теперь дерево будет вот такое. Вот он дерево. Но остальные та же лучше ждет. Опа. Только название другое, конечно. А вот сейчас я их все конвертнут в проксю. Вот они вот так комично немножко смотрятся. Но меня это более чем устраивает. То, что они конвертнуты в проксе, позволяет радикально снизить... Кончилась фантазия названием файла. Позволяет радикально снизить нагрузку на ресурсы. Да, ну, помню. Ладно, прошу простить. Все, хорошо. Это спрятаться. Иду брать куда-нибудь. Базовые цветочки я вам спрячу под землю. Так, теперь деревья. Вот я беру дерево, я понимаю, что не в состоянии его поставить. Просто в силу того, что не совсем понятно, как оно выглядит. Оно большое, большое, маленькое. Не проблема, можно временно включить режим отображения в full mesh. Тогда он отобразится, как должно быть на самом деле. То есть вот оно, на самом деле, вот такое. Сделали это меньше. Красивое дерево. Пускай он здесь растет, только пускай он будет маленьким. Переключили на Point Cloud. Вот она опять простилась. Это у нас большие деревья. Сейчас мы их поставим вот здесь вот, чтобы они росли у нас по границе нашей сцены. Копируем обязательно как instance. И тогда их можно делать десятки, сотни. Можно их копировать через систему автокопирования, которую я уже использовал сегодня. Но можно и вот так просто ручками накидать. Так, это задник у нас получился. Это у нас какое-то еще дерево здоровенное, кстати, тоже. И пускай оно будет вот за этим чуть-чуть выше находиться. И нам нужны маленькие деревья обязательно, чтобы они создали какой-то ближний план. Такой, я бы сказал, камерный. Ну, соответственно, вот. Full mesh, давай, включайся. Ты будешь вот тут у меня расти. И еще одно дерево такое же будет расти у меня как низко скопируем вот тут. Ну, я сейчас так немножко бестолково гоняю все прямо в отне перспективы. Надеюсь, вы простите за это. Так. Ну и, конечно, очень хорошие цветочки и кустики. Вот у нас кустики пошли. Вот у нас один кустик есть. Мы его с вами сажаем на второй уровень вот сюда. Пускай их там мало-мало будет. Опять full mesh включили. Вот мы видим этот папоротник такой мелкий какой-то. Начинаем его копировать. Если хотите сделать границу из таких папоротников, мы копируем его раз пять, ну, ладно, три. Каждый из них немножко масштабируем и поворачиваем. И потом берем все три, продолжаем копировать уже три. Ну, это известный фокус, конечно, не открыл сейчас Америку. Переключили опять на point cloud, вот все, они перестали жрать. Там еще один цветочек был. Извините, кустик. Пускай здесь такой красивый растет. Но я не стану его сейчас full mesh включать из соображения. быстродействия просто то, что мне не жалко. Поэтому я его так накопирую. Извините, я смасштабирую его. Ну, вот, хорошо. Так, друзья, машинку поставить бы следующий. Да, собственно, и все. А, ну, давайте еще вот так сделаем. Тут явно не хватает чего-то, да? Так. Так, это я и то выделил. Эксквизм. Чуть ландшафт не скопировал. Да еще раз то же самое. Да что ж такое, отстань. Ладно. Все, будем считать, я преуспел в задумке. Ну что, освещение? Для того, чтобы протестить... Кстати, дай-ка я сохранюсь на всякий случай. Прык в своей клавиатуре, не пить, не глядя. А тут не глядя не получается. Чтобы протестить, друзья, мои освещения, я включу систему Corona Interactive. Она сможет работать, даже несмотря на столь серьезную же нагрузку по полигонам. Corona Interactive, кто не в теме, это система, которая в реальном времени показывает результат рендеринга и позволяет прям, как вы сейчас выразились, онлайн выставлять освещение. Вот она показывает результат. Ну и, соответственно, там еще задний фон, кстати, у нас. Давайте задний фон потом назовем. Поставим с вами солнышко короновское. Четверевское не поставил. Corona Sun. Солнышко сделаем отсюда, например. Оно подключилось. Включим небо. Вот теперь у нас полный фарш. Есть солнце, есть небо. Светит очень ярко. Нам в постобработке нужно снизить яркость свечения, чтобы оно светило не так ярко. Как-нибудь вот так, вполне, я думаю, симпатично. Ну, получился какой-то Lost City из игрушки. Цветочки, я еще, я думаю, размера. Давайте их поскромнее. Это я, конечно, дал жару. Видите, интерактив позволяет время-времених, что удивительно все это наблюдать. Ну вот, как-то так. Можно еще активировать Light Mixer для того, чтобы отдельно регулировать яркость неба и яркость солнца. Сейчас покажу. Вызову задний фон. Задний фон у меня обычная плоскость, на которой картинка наклеена. Ну, все равно лучше, чем без меня. Только нужно сейчас, с учетом текущей экспозиции, отрегулировать этот фон. Вот я оставил фон, я вижу, он очень яркий. У фона есть понятие яркости в самом материале. Вот материал, вот яркость. Стоит 24, но я сделаю поскромнее, там 15, 10. Нет, здесь что-то совсем скромное. 20, да, 15. Ну, да, пожалуй. Пускай будет 13. Может, друг кусочек, как-нибудь, уработать будет. Вообще фон так себе. Ну, пускай будет вот этот кусочек. Все мне нравится. Ну, вот, друзья, что теперь осталось. Осталось, как и обещал, активировать функцию Light Mixer, чтобы система позволила мне после рендера отрегулировать яркость, солнце и небо. Ну, остальное все включено. Dinoys еще включен, чтобы подавлялся шум. Поставим картинку побогаче. Вот там хотя бы 1600. Можно 1800. Нет, 1600 хватит. Здесь экран не такой большой. Сохранимся и нажмем рендер. Идеально, друзья. 45 минут сплошной болтовни. И ландшафт готов. Но если бы не болтал, а просто делал, было бы где-то внутри стояло. Хотя быстрее все равно уже. Нажимать кнопки не могу. Из мелочей. Сейчас. Каплику, каплику дайте мне еще времени. Вот картинка вот такая. Ну, может быть, размер травки там стоит подрегулировать. Но в целом, что приятного, у нас есть такое понятие, как лайтмиксер. И у него есть три галочки. Окружающая среда, солнце и рест, рест и ярко заднюю фону будет. То есть даже после рендера я могу что сделать? Видите, он как хитрый рендер. Он отдельно рендерит. Свет от неба. Отдельно рендерит. Свет от солнца. И в итоге что получается? Я могу взять и выключить свет от неба. Могу взять и выключить свет от солнца. Могу взять и выключить весь прочий свет, то есть задний фон. А могу регулировать яркость. Я могу сказать, да, солнце не такое яркое. Сделка мне солнца, пожалуйста, 0,6. И сделаю его немножко пожелтее. Да, можно оттенок света, но нет уже после рендера и во время рендера. А свет от окружающей среды у меня будет вдвое ярче. Ну или в полтора раза ярче. Не, слишком много. Ну ладно. Но в любом случае он будет похолоднее. Ну а теперь в постобработке можно там еще контрастность поднять, как я люблю. Вот так вот. Ну вообще многовато, но здесь получилось походу неплохо. Теней добавить, как на кинопленке. Немножко посильнее. Может быть засветы немножко буду брать лишнее. Добавить винеточку пока. Вот. Отражение в стеклах можно было бы сделать. Добавить эффект блума, но здесь некуда. Блум – это такое приятное сияние вокруг ярких участков, но здесь нет хромированных деталей, чтобы они красиво светились или там искрились как-то. Поэтому бесполезно. Можно резкость повысить, чтобы отчетчик картинка смотрелась. Можно предел, так называемый лют. Вот лют – это таблица цирк калибровки. Есть очень много разных лютов под кинопленку, под разные эффекты. Ну, допустим, панч – один из моих любимых. Видите, он делает вот такую картинку. Более динамически контрастную. Можно силу поменять, послабее поставить. Есть обратный эффект, называется гранж. Он как раз делает ее темнее. Ну, если бы было времени побольше, можно порендерить ее получше. Ну, я нажимаю кнопку стоп. Стоп сразу не срабатывает, запускается динуизм, то есть подавление шума. Сейчас он пройдет, и вот эти вот шумы, которые мы видим с вами довольно сильно, они будут подавлены, они пропадут. Но вообще, конечно, не то, что прямо вот так возьмут и пропадут, они все равно будут достаточно серьезные. Просто потому, что не так сильно мы подавили, как следовало бы. Не так много пасов прошло. Но тем не менее, уважаемые друзья, было бы у нас не 45 минут, а часа полтора-два, именно столько и нужно, чтобы шаг нормально сделать. Можно было бы поработать детальки, поинтересно. Но вы здесь видите, насколько корона хорошо и быстро позволяет в целом и в деталях устраивать такие вещи. Это выступление должно быть, я думаю, со временем выложено в нашей кампании на YouTube, где вы сможете пересмотреть, если вам интересно, пошагово повторить. На этом все. Могу только пригласить вас на курс по короне, по сложному моделированию, текстурированию, и сам, хочется самим научиться настолько быстро и симпатично делать подобные вещи. Спасибо за внимание, дорогие друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!